И на чём вам надо сфокусироваться больше всего, это быть великим лидером. Да. И когда я думаю о жизни в этом бизнесе, 25 лет с тех пор, когда мы впервые увидели бизнес. И вспоминая все эти годы, могу сказать, это замечательное путешествие, потому что почти все наши мечты сбылись. И больше всего мы хотим пожелать вам принять такое большое решение, такое большое решение, что ваши мечты сбудутся. Вспоминаю прошлогоднее признание, когда нас поздравляли как двойных бриллиантов, мы никогда не забудем. Никогда не забудем. А в этом году как-то по-другому. Мы обращаемся к вам из нашей гостиной, и я думала, что могло пойти настолько плохо, чтобы не выразиться хуже. За один год столько изменений, и всегда считается, как мы через них пройдём. Мы сделали много изменений в своей жизни за эти шесть месяцев. Расскажу позже, потому что у Романа очень большая тема для вас. Да, большие изменения. У меня был случай, когда я практически уснул во время своей лидерской встречи. Я записал её заранее, должен был проиграть её для группы. Мы были на байдарках, я лежал на спине, наслаждался жизнью. Я почти уснул, когда кто-то закричал, Роман, включай свой YouTube, свой канал. Давай, давай, ты забыл. Я опоздал где-то на 30 минут. Это пора приносит бешеные возможности, большие возможности, когда можно использовать технологии и быть всё более производительным. Можно помогать людям по-разному. Однако, это не меняет твой навык хорошего лидера, великого лидера. И теперь хочу кое-что объяснить, так что ставлю доску. Нарисую кое-что, что вы уже хорошо знаете из прошлого. Все вы лидеры. Но сейчас я обращаюсь к вам как к учителям, потому что вы будете большим лидером, с большим влиянием и большим уровнем, если вы растите больше лидеров. Первый шаг восьмишаговой модели Декстера Йегера, как вы знаете, это мечта. Вам надо иметь мечты и цели. Надо иметь совершенное представление, как будет выглядеть ваша жизнь, если деньги и время не проблема. И есть три категории. Если говорить о материальных целях и мечтах, что вы хотите иметь, что хотите делать и кем хотите стать. Такие три категории. Каждому из нас следует иметь 101 мечту. Минимум. И следует иметь доски мечтаний. Следует иметь список мечтаний. А также с каждой мечтой должно идти представление, история. Ваши причины хотеть эту мечту. Например, если вы хотите дом, у вас ваш дом мечты будет на доске мечтаний. И вы постараетесь представить причины, почему вам нужен дом. И может быть, 101 причина, почему жить в доме будет лучше для вас, для вашей семьи, друзей, бизнеса. Причин может быть и десять, неважно. Но вы составляете причины, почему это важно. Это вашу мечту укрепит. Затем вы составляете истории. Потому что, когда у вас есть истории, это запускает эмоции. У вас будут не только логическое представление и логические причины, почему это хорошо. Когда вы начнете воображать истории, например, моя история была, что я приезжаю поздно вечером со встречи, приезжаю домой, открываю ворота, заезжаю в гараж, ставлю машину, все спят, темно, но прибегает собака. Я ее глажу, повсюду запах, прекрасный запах эмвейевского кофе. И я захожу в дом, благодаря Богу за безопасное возвращение. И я так счастлив, что строю свой бизнес и будущее для своей семьи, своих детей. И я могу гордиться собой, что я достиг большого бизнеса, большого дохода, большого дома. И у нас очень комфортная жизнь. Это была мечта, представление. Я жил ею, жил, воображал. И появлялись эмоции, от которых я плакал. Да, мы ждали много лет, прежде чем заработали столько, чтобы купить такой дом мечты. Мы это сделали, как изумруды-основатели. Смогли купить дом. И тогда эта мечта стала реальностью. Только у меня не четверо детей, как в мечте, а семеро. Не одна собака, а две. И еще появилось много-много вещей у нас в доме, которые я не воображал. Но все равно, мои эмоции были такими сильными, что я просыпался утром и тяжело работал весь день. Тяжело работал, фокусировался на моих мечтах, пока не достиг. И это может быть со всем, что захотите сделать. Например, моей большой мечтой было взять детей и семью в диснеевскую поездку. Это была не моя мечта. Эту мечту я услышал у одного бриллианта на кассете много лет назад. Он рассказывал, как он плакал, когда взял своих детей в диснеевскую поездку. И вот я отыскал, поместил на доске, где-то на моей доске мечтаний. Никто ее не видел, потому что я хотел сделать сюрприз. И я пытался вообразить, как мы туда приедем, как дети будут удивлены. Сначала поедем в Орландо, сначала поедем в Дисней Уорлд, а потом сядем на корабль. Это будет так волшебно. Я мечтал об этом. И я жил этим. И я плакал. И так хорошо себя запрограммировал, что заплакал уже, когда сел в самолет, когда мы летели в США. Потому что у меня было так много эмоций в этом. Так что каждый раз, когда у вас есть мечты и цели, просто помните, вам надо прожить историю, надо прожить будущее и перенести будущее в настоящее. Перенесите эмоции из будущего в настоящее. Что хотите иметь? Например, хотите достичь бриллианта в бизнесе. Хотите иметь бриллиантовый отпуск. И там вы увидитесь саплайнами. То есть, хотите поехать в бриллиантовый выезд. Что надо сделать? Создать причины. Сколько у вас причин быть бриллиантом? Сколько у вас причин поехать в бриллиантовый выезд саплайнами? И с лучшими людьми в вашем регионе. Так что, создайте причины, а затем создайте истории. Вообразите, как это будет. Как это будет, когда вы будете там саплайнами? На завтраке, на обеде, на ужине. Когда будете на пляже со своимиаплайнами. Чем больше вы ображаете, тем больше в этом нуждаетесь. Больше сфокусированы. И если сохраните фокус, будете работать, будете воображать, поддерживать правильные эмоции, тогда вы, как магнит, как лидер, приведете лучших лидеров в свой бизнес и достигнете этого. И третья колонка – кем хотите стать. Когда я начал бизнес, я хотел стать бриллиантом. Бриллиант был для меня кем-то. Это был человек. Кто-то, кто действует как бриллиант, выглядит как бриллиант, имеет уверенность бриллианта. И я написал 50 разных пунктов, что я хотел изменить в себе. То есть, я бы сделал 50 разных изменений в себе, чтобы получился новый «я». И чтобы стать новым мной, я должен был избавиться от старого меня. Чтобы стать новым мной, я консультировался с моим аплайном Дэвидом Сетцером, и мы прошлись по этим 50 разным пунктам, кем я хотел стать. Я хотел быть смиренным, хотел быть обучаемым, хотел быть джентльменом, хотел быть веселым, хотел быть ненапряжным. Всего 50 разных пунктов, кем я хотел стать. Кем я хотел стать новым, хотел быть джентльменом, хотел быть джентльменом, хотел быть джентльменом.